Привет, друзья и подруги! Вы на канале Что Посмотреть? И с вами я, гражданин режиссер, и это обзор и разбор первых двух серий. Новый сериал «Король Талсы». С кем? С самим Слаем. С самим Сильвестером Сталлоне. Лебединая песня. Легенды, уже легенды кино. Я такое удовольствие получаю. Буквально недавно вышел фильм с Мелом Гибсоном, да, в эфире, и я посмотрел с таким удовольствием, потому что, когда хоть что-то выходит с такими старой школой актерами, хотя бы один проект мало-мальски достойный, ты смотришь с удовольствием, потому что львиную долю удовольствия тебе дает созерцание этих мэтров-мастеров прошлого. Ну, а Сталлоне — это легенда, это же Рокки, это же Рэмбо и многое-многое другое. Поэтому здесь еще и классическая, любимая, вкусная многими история мафии. Прямо как в Лили Хаммере. Мафиози надо начинать все заново, но в Америке, в городе Талса и в главной роли он, Сильвестер Сталлоне, он уже играл мафиози, но обычно это было в фильмах таких совсем уж юмористического, комичного плана. Например, в фильме «Оскар», он был главой семейства мафиозного. Ну и такие замашки подобные он использовал в ряде нескольких фильмов. Ну, и природой, и национальностью его, и общением, кругом общения у него есть эти навыки и понимание, как устроена итальянская мафия. Итак, давайте приступим. Что же за история? Старый динозавр, старый гангстер. 25 лет в тюрьме, 25 лет, но он не терял эти годы зря, он изучал книги, лучшие книги Шекспир здесь есть. Вот уже Томик еще одной интересной книжки здесь присутствует. Он, оказывается, изучал и античную литературу, потому что потом он девушке расскажет, что такое Рубикон, который пересек Цезарь. Это все он получал в своей клетке, в которой пришлось посидеть 20 лет. А за что? Это была классическая история, когда забрали копы, и тут либо ты проявляешь верность, верность своему шефу, верность. А он классический гангстер, старые школы, старые закалки, когда слово есть закон. Если дал слово, он следует слову, и он из уважения к шефу не сдал его, не спрятался по программе свидетелей. А просидел 25 лет, и чего он ждет? Show some respect, как они говорят, да? Уважение к себе, что оценили, что когда он приедет, его встретят, отметят, дадут кусок его пирога в этом большом Нью-Йоркском пироге мафии. Но нет, о, ни встречи, ни уважения нету. Встретили не просто холодно, а настороженно. Старой школы уже нету, все динозавры вымерли. И еле уже из последних сил дышит вот глава, его мафиози, его капо, де капи, самый главный из них, босс-боссов. А всем руководит уже сын и его молодежь. Молодые ребята, у которых нет тех понятий, нет того понимания классического, того уважения. И они ему вообще не собираются предлагать никакой кусок пирога. Все, что они ему предлагают, говорят, вот, расширяй бизнес, мы тебе целый город даем, Талса. Но это как плевок в лицо, потому что Талса это не город, там нет мафии. Там нету их семьи. Это просто такой, ну, дикий запад. Вот такой город, пустынный. То есть, говорят, катись туда. То есть, их поддержка какая будет? Да, то есть, если он будет решать какие-то внутренние вопросы, босс будет вынужден прислать ему на помощь каких-то людей. Вот в этом курирование. Но больше ничего. То есть, начинай с нуля в 75 лет. И он с его буйным, мощным характером, и с его принципами, и понятиями, он отдал 25 лет жизни. И не просто отдал. У него словлено его личная тема отношений с дочерью. Он не общался все эти годы. Все ради. Ради неких принципов, некого кодекса, мафии. А ему плюют, говорят, вот так. И тут еще и поднимается какой-то мелкий тип. Для него никто. Для него этот человек никто абсолютно не оскорбляет его. И он берет и ломает ему просто челюсть. И там были бы вопросы. Убили бы его там? Нет. Я бы сказал, точно не убили. Потому что, ну, во-первых, из всего поведения того человека и позже поведения, он ведет себя не как достойный член вот этой организации. Потому что обязательное проявление воли и силы. А он ведет себя как слабый трус. Как полная дешевка. И позже. Когда жалуется и практически ноет. Говоря, что надо за меня как-то ответить. Это недопустимо. Он оскорбил его. Но! Наш главный герой понимает еще одну вещь. Что полностью отказаться он не сможет. Он мог проявить свое недовольство. И он его проявил. Но отказаться он не сможет. Потому что если он откажется, да не его тогда уже точно сочтены. Его убьют просто. Как проблему большую. И поэтому, выходя, он говорит сыну босса, понимая, что тот теперь за главного. Говорит, ну что же, Талса так Талса. Хорошо, подышу свежим воздухом. Он принял. Он не может не принять. Потому что знает, что ему тогда конец. У него вариантов нет. Но при этом он высказал, конечно, свое недовольство. И свое понимание, как все было устроено, что это оскорбление ему. И вот она Талса. Надо ее завоевывать. Как они ему говорят, да бери, тебе дали весь город. Но это смешно. Это как вам на улице скажут. Тебе дали весь город. Давай, бери. И вот он здесь, как главный герой Лили Хаммера, оказавшись в новом месте. Использует все свои навыки. Собранные за годы. Чтобы зарабатывать авторитет. Увеличивать пространство влияния. И начинает сразу же с магазинчика, в котором. Торгуют дурью. Приезжает туда официально. И сразу оценивает, как старая школа. Так, камеры нету. Охранник толстяк. И решает взять их нахрапом. И, боже мой, ему удается. И возникнут вопросы. А может это сценарный слабый ход? Ну почему после того, как он их придавил и попросил 20% от доли? Почему тот, кто держал магазинчик, не пошел в полицию? Ну, во-первых. Несмотря на то, что он очень много и долго говорил, что все у него честно. Все у него по-правильному. Ему не нужно влияние и внимания спецслужб и полиции. А если будет проверка, к нему придут. Он даже деньги держит здесь, а не в банке каком-то. Поэтому, конечно же, ему не нужны эти проблемы. Он может попасть сам в серьезные вопросы с налогами. А в Америке это серьезная тема с налогами. Да и еще одно. Пока ему его помощь не нужна. И он каждый раз ему напоминает, когда тот приходится, главный герой. Он ему говорит, и где твоя помощь? Пока что проблемы только от тебя. Он все-таки ждет от него каких-то результатов. То есть он решил выждать. Поэтому он его сразу не сдает. Да, он сыграл в Абанг, а у него иначе нет. Он, знаете, как старый нюх. У старого мафиози, у старого динозавра есть этот нюх. Он почувствовал, что вот это то самое место, тот шанс. Ну и черт побери, это сценарий. Нам же должны рассказать интересную, веселую и немножечко комедийную историю. Поэтому уж не придирайтесь здесь серьезно. Это же не драма какая-то мощная. Хотя элемент драмы здесь, конечно, есть. Это отношение с дочерью. Он так боялся все эти годы с ней выйти на связь. И теперь этот звонок, и она не хочет с ним говорить. И там есть это место, место, знаете, вот эта точка, в которой ты как бы на покаянии. И вот там он сам себе признается, что это он боялся все эти годы встретиться. Не за нее переживал, а сам испугался и струсил. И им очень важно выстроить заново отношения со своей дочерью. А вот жена, я чуть не сказал. А вот здесь есть девушка, он вдруг влюбляется. И, конечно, это классическая роковая связь. Их притянуло магнитом, иначе и не могло быть. Вот на утро она видит его портрет у себя на работе, потому что она работает в ФБР. И меньше всего она хотела переспать не просто 75-летним мужчиной, что казалось ей уже ужасом и большой ошибкой. И она думала, ему гораздо меньше лет. Ну, Сильвестер у нас накачан и выглядит хорошо. Она ему думала, ну, 60. А тут еще оказывается, что он еще и разыскивается. Опасный тип. Вот кого она нашла себе. И мы пока не знаем, как будут выстраиваться их отношения. Но это тоже интересная арка. Еще одна арка. Здесь присутствует некий персонаж, который, увидев его, боится. Из его прошлого персонажа, который скрывается, возможно, по системе свидетелей от него. И он-то уверен, что наш герой пришел за ним сюда. А наш герой даже не подозревает, что он здесь есть. Это еще одно ружье, которое не выстрелило. Ну и плюс его водитель, его правая рука теперь. Прекрасный парень, темнокожий парень, который сразу же ему рассказывает, что он гангстер. И объясняет ему новое понимание, новое понимание, что теперь вкладывает другой смысл в это слово. Не тот, который в его. Что мир изменился. И потихонечку, как они вместе покупают машину, эти детали. Как они делают кредитную карту. Потому что деньгами больше очень тяжело где-то расплачиваться. Везде карточки. Но все-таки старая добрая школа мафии где-то. И старые правила работают. Со старыми людьми. Пожилыми. Пожившими. Той школы. Например, когда ему в автошколе надо записаться на вождение для этой. Чтобы ему дали временные права. Там он в годах сидит, темнокожая женщина. Ей он дает 100 долларов. И она все быстро понимает. Как раньше решались вопросы. Может, если бы это был молодой клерк. Он бы испугался и сказал. Сэр, у нас так не делается. Но старая школа еще работает. Прекрасная тема и история о чем? О динозавре. Который вышел вот в этот новый мир. И ему надо как-то крутиться. Это пространство. Мир поменялся. Мир убежал очень далеко. Но ему надо выживать. Надо узнавать его вновь. Еще при этом ему надо пытаться меняться. Надо осознать и понять, что теперь ему делать. А еще и возможно же, естественно, будут выстраиваться отношения с дочерью. И на чаши весов станет преступный образ жизни. Опять быть верным этим людям, которые через 25 лет плюнули ему в лицо. А они ему плюнули в лицо. И мы до конца не понимаем. Потому что все перешло к молодежи. Или старый босс, который притворяет, что он уже еле-еле дышит. Это он ненавидит его. Этого мы тоже не знаем. Но на чаши весов будет эта верность и этот образ жизни. Или любовь дочери. И отказ от этого пути. К этому должна, скорее всего, привести арка. Ну а вам я сильно советую. Кто любит фильмы про мафию. Кто любит Сильвестера, Сталлоне. Кто любит старых, старую школу. Еще один хороший сериал с ним. Обязательно бегите смотреть. Я думаю, вам понравится. Ну а я дальше буду делать разборы. Так что, кто не подписан, подписывайтесь на канал. Проставляйте лайки. Ну а вы были на канале Что Посмотреть. И с вами был я, гражданин режиссер. До скорых встреч. Пока.